И пока вот он перематывает сабвуфер, я его постараюсь уломать на то, чтобы он мне дал погонять усилитель. Месяц, лето мы уже проебали. Плавать я не умею, поэтому на речку я так и не ездил, да и вряд ли, наверное, поеду. Вот. У меня приехал мой знакомый с армии, вот он тоже так плотно занялся автозвуком, а точнее SPL, то есть это басовое давление. То есть если я и музыку пытаюсь сделать, то чисто чтобы басуха была. Вот, но случилось то, что он перепутал полярность на своем сабвуфере. Он меня, правда, не звал устанавливать, я ему прямо говорю, блин, позови видос, запишем прикольный. Он перепутал полярность и спалил катушку на сабвуфере, то есть она у него скрипит уже. И у него стоит мощный усилитель на 2 кВт, KIX 900 что ли, 1 900 он называется, модель. И пока вот он перематывает сабвуфер, я его постараюсь уломать на то, чтобы он мне дал погонять усилитель. Вот, потому что если сравнить тут 400 Вт и 2 кВт, ну блин, это в 5 раз мощнее, как вообще будет. У меня аккумулятор просто вот так вот напрягаться будет, вешаться даже. С чем обычная тонировка отличается от, как говорится, съемной? Съемная тонировка, она намного плотнее. То есть она, вот первые ощущения у меня были, что она как мешок. Вот на переднем стекле видны искажения, то есть она чуть-чуть отдает красным цветом. Если вот тут, то есть зеленоватость, ну то есть вся видна, потому что тут деревья и так далее, то уже вот тут вот, ну знаете, так замуднение и что-то такое краснотое. Но зато она прощает ошибки, то есть если вы клеите обычную пленку, к примеру, если вы дилетант и ничего не умеете делать, у вас пленка может слепаться, к примеру, друг с другом. Если вы ее отлепите, то там уже, как такой черной краски не будет самого тона, там будет тупо прозрачная пленка. Тут это же прощается, то есть можно отодрать, скомкать, кинуть на заднее сидение, к примеру, когда вас гайцы остановят. Вот. Ну а в любых других случаях, блин, мне кажется, вот обычная пленка, даже китайская, если ее хорошо наклеить, она будет смотреться гораздо добротнее, чем вот эта вот съемная. Чем же еще утром можно заняться? Правильно чинить усилители. А я уж и не помню, когда я вот так вот утром выезжал. Да, правда, на данный момент я один, раньше-то мы ездили с Никитом, сейчас у него чуть ли там уже не семья, ну семья-то по-любому будет, но он уже что-то так рано начал, он, получается, еще не поженился. Вот. Но со мной он уже не выходит, да, так вот, времени у него на друга нету. Я без документов абсолютно, то есть я вообще не хотел выезжать, но потом, что-то думаю, усилители ремонтировать у себя во дворе не комильфо, тем более утром, отъеду-ка я до гаража. Вот. Тем более я хотел записывать еще отдельную часть про автопробег, вот, и поэтому, думаю, лучше это делать не у себя во дворе, а то меня так уже, конечно же, вы можете подумать, что я хвалюсь или выебуюсь, ну, ссылки откуда-то идут утром, по-любому из ночного клуба. Так вот, вы можете подумать, что я выебуюсь тем, что меня узнают в моем дворе, по крайней мере, то есть ситуация такая была. Я припарковался, у нас во дворе, ну, очень много детей, то есть молодое подрастающее поколение, блин, им лет по десять, вот, и когда я, короче, подъехал на парковку, там, получается, я не знаю, как это можно назвать, то ли лесенка, ну, короче, на лесенке было много детей. И тут я услышал, это он, он подъехал, это блогер, я сразу улыбнулся, то есть, ну, как же, дети, они же не умеют что-то украдкой говорить, ты обязательно это услышишь. Ну, в общем, вот, я залыбился, а у меня еще под рукой был ноутбук, я, получается, сдавал проект своему начальнику, показывал, что там как. И, в общем, ну, такой весь на деловом стиле, там кепочка, все дела, ноутбук. И тут одна девочка, ну, я уже все пошел, как бы, до своего подъезда, и тут прямо вот перед подъездом я дверь открываю, тут девочка, извините, а вы видеоблогер? Я такой, ну, да. И тут она мне начала затирать, что, якобы, она тоже снимает видео, что у ней много просмотров, аж целых сорок пять, но при всем при этом лайки никто не ставит. И она по этому поводу жутко бомбит в комментах, как она мне сказала. Ну, не так, конечно, она еще такого лексикона не знает. В общем, она попросила, как стать популярным. Вот, понимаете, у меня человек спросил, ребенок, как стать популярным. Ну, в общем, вот, вернемся. Как стать популярным, я ей сказал. Я спрашиваю, у тебя есть подружки? Вот, а в это время, пока я ей это все рассказываю, вокруг у нас столбилось человек 20, и все это дети, понимаете. И там и мальчики, и девочки были, и, блин, все так внимательно слушали. То есть, обычно дети как? Дети же галдят. А это прям, ну, понимаете, тишина. Вот у нас чисто с этой девочкой диалог идет. Ну, так вот. Сказал я ей, чтобы она просила своих подруг и одноклассников репостать видео. Потому что так просто, вот, допустим, тебя никто не может вот по щелчку пальца взять и увидеть в интернете, заметить. Надо начинать именно, не то что с низов, с своих знакомых. Вот, это я не так выразился. В общем, я тоже когда-то снимал, то есть, это было между двумя людьми. То есть, мной, к примеру, вот, Вурдалак ДС-28. Ну, опять же, вернемся к танкам. И после вот этих вот самых видиков он заходит в битву и говорит, вот у меня друг такой-то, такой-то, снимает такие-то видео. И вот, ребята, вот он мой главный пиар-менеджер. Без него бы это ничего бы не прокатило. Тут то же самое. То есть, просите друзей, если у вас реально какой-то интересный, годный контент, почему бы не репостнуть? Хотя, дружище, я думаю, что они мои якобы прям такие заядлые подписчики. Они просто знают, что я где-то там популярен, а где, ну и хуй с ним. Главное, что популярен. Итак, ребят, пока я еще все это не собрал, не проверил в действии, давайте я вам расскажу, что у меня случилось с усилителем. Вот с этим Fusion'ом у меня за два месяца случилось столько проблем, сколько вот, сейчас его тут видно будет, нет, сколько вот с этим Art Sound'ом не случилось за три года. То есть, он и уходил, и в защиту, и перегревался, и сейчас вот тут вот проблема вот эта новая. Получается, вот тут вот вход должен быть металлический. Тут он окей, металлический. Тут он вырвался, я не знаю как, и получается, когда минус суешь туда подальше, он работает. Когда ты отпускаешь провод минусовой, он все, он перестает действовать. Я уже, блин, у меня было такое желание реально обоссоцать свои сабвуферы, потому что я реально думал, что проблема в них, но оказывается, это все дело в усилителе. Не сказать, что он такой гипермощный, я его уже на Авито где-то, блин, полгода хотел сказать, уже где-то полмесяца он меня висит на Авито, никто его брать не хочет. Ну, блин, для начальной системы, по сути, он нормальный, был бы вот один сабвуфер, это бы вообще прям с вышки хватило. Но, получается, он выдает мощность, ну, давайте скажем, примерно 500 ватт на два сабвуфера, а у них рабочая, это какая, РМС, номинальная мощность, ну, примерно вот такая же, 500 ватт. И они работают на номинальной мощности, это, в общем-то, ребята, не гуд, будем еще брать погрешности, что у меня аккумулятор не всегда хорошо заряжен, и, в общем-то, ватт 400 он, ну, как, жарит. И, при всем при этом, он очень жутко греется, то есть, не лучший вариант, конечно, был, лучше бы я взял какой-нибудь Кикс. Ну, вот, в общем-то, как я решил эту проблему, я взял крышечку, разрезал ее аккуратненько, ну, как аккуратненько, как рукожоп, вот, и протолкал туда дальше, потому что, вроде бы, по легенде, крышка состоит из металла, а металл, как правило, пропускает ток. Ну, вот, в общем-то, я решил так вот, блин, я слышал, нет, как это машина, я постоянно оборачиваюсь, думаю, где-то тут. А, это КамАЗ с завода выезжал, то есть, тут вот у нас хлебушек. Засунул я туда крышку, разрезал ее аккуратненько, сейчас попробуем присунуть провода. Я боюсь, знаете, за то, что я, когда вчера ночью еще разбирал, это было где-то, ну, часов 12, я что-то психанул, он у меня постоянно, усилитель отключался, вот, я его начал прям разбирать ночью, в чистой одежде, вообще похер. Вот тут у меня опилки везде от этого, от сабвуфера. И вот, кстати, смотрите, пыль. Машина перед тем, как шумоваться, проклеиваться, полностью чистилась. Я проездил, ну, грубо говоря, давайте месяц-лето, и вот, в общем-то, что мы видим. То есть, машина, десятка, в этом плане, она не очень герметична. То есть, извне, там, пыль, воздух, все равно будет проникать в машину изо всех щелей. Поэтому, если лучше клеить, то клеить просто уже пиздострим, все дырки нахер. Но это, опять же, ребята, все в будущем. Вот, вернемся. В общем, вот я вам рассказал, что с усилителем случалось. А, я впервые, короче, за все время использования сломал эти... Сломал межблоки. Сейчас я положу это говно. Так, главное, чтобы он на плюс не упал. Так. Вот, блин, вот у меня тут, конечно, все намусорено. Да ладно, похер, я тут пока баб не ложу. Ну, вот, в общем-то, ребята, все четыре межблока разъебанных. Один вообще вырванный. Те, когда вытаскивал. Так вот. Вчера, в общем-то, когда я это все дело разбирал, я пару раз плюс на минус, ну, их так чуть-чуть, нечаянно, конечно, соединил. И такое короткое замыкание происходило. И надежда на то, что предохранитель, вот этот вот большой, он не ебнул. Вот, реально, прям вот искренне надеюсь, что все будет хорошо. Потому что я сейчас, на данный момент, даже если я сделал усилитель, я это проверить не смогу. Я буду думать, блядь, опять, вот что за хуйня, контакта нет и так далее. Вот, в общем-то, давайте я сейчас попробую собрать. Попробую включить. Если это работает как без пробоя, то есть, то все, запишем рассказ про Екатерингу. Вот такой вот мой антиавтозвук. Думал я, в общем, проблема изначально в проводе. Поэтому больше его зашкурил от этого, от резины. Но дело-то не в проводе было, дело-то в вусин. В общем, сейчас, что я хочу. Так как у меня очень паскудный, короткий ремот. Сейчас мы возьмем разъебанные наши межблоки. Сейчас это достать надо. В общем, вот эти межблоки. И попробуем сейчас один проводок, такой длинненький-длинненький, взять на ремот. Потому что его не хватает. То есть, понимаете, когда вы делаете что-то в ателье, ну, в тюнинговом, давайте, допустим, скажем так. Когда вы делаете что-то в тюнинг-ателье, главная задача, главная задача, как бы, где чувствуется глянеть. То есть, не в плане своровать, а сэкономить. Вот. Я это уже понял, когда мне делали шумоизоляцию. Когда ставили сабвуфер. Правда, вот, с коробом мне очень хорошо помогли. В общем, изначально мы его отпилили неровно. В общем, давайте, будет серия у нас про автозвук. В общем, вот он в таком состоянии. До сих пор я с ним езжу. Я думал, я его на следующий же день перетяну. Похер. Все, катаюсь так. Не пойдет. В общем, отзирали мы вот этот корпет, потому что он в размерах был выше, шире. В общем, вообще даже не залазил вот сюда. Сколько я сразу, в общем, сказал слово паразит. Было ровно вот этот вот разрез. Получается, мы чуть-чуть спилили порт. Да не чуть-чуть, мы до хуя спилили порт. Вот. И, ну, блин, неровно было. То есть, вот эта вот стенка, она вот тут, допустим, прижималась, а вот тут было свободное место. То есть, оттуда дуло, когда сабвуфер басил. И мы, в общем-то, решили проклеить, это как шумоизоляция, это Comfort 8 вроде называется, материал шумов, чтобы как-то уплотнить это все. Саб, не то что я скажу, валит, но я был приятно удивлен, когда он очень громко заиграл. У меня, грубо говоря, плавала задняя крышка. И вот, в общем-то, идем дальше. Крышка. Проклеить я ее пытался сам. Ну, вообще, как пытался. У меня это получилось, в принципе, давать сейчас. Опустим. Заебись, я ее проклеил, знаете, так. То есть, она лучше сама попрыгает, чем такой звук. Я ступил и забыл, что СТП, если его один раз наклеить, хуй уже отдерешь. То есть, у меня сейчас на данный момент на камере, рядом с динамикой, наклеен тоже материал СТП. И он, знаете, такой очень падла, блин. Он липнет, он реально, он не клеится, он липнет. Все, пиздец. Его, если только отдирать, то надо чем-то острым. И тут я это не учел. И вот этот вот вибруху, материал, наклеил прямо поверх СТП. У меня, получается, были вот скутки ненужные. Я такой думал, ладно, что они валятся будут сюда хуяк, приклеил. А у меня потом бы еще появился материал. И, получается, я вибру уже поверх СТП. В общем, это не антиавтозвук, это антишума и виброизоляция. Ну, она помогла, реально. То есть, крышку уже сейчас не носит. Да, тут, конечно, видно, вот материал отсюда вылазит. Эстетичнее было, я не знаю, какую-нибудь обивку сделать. Самое главное, что у меня больше всего дребезжало, это задний катафот. Проклеил я его, сука, в два слоя, понимаете? Некоторые тюнинг-ателье проклеивают не так машину всю, как я катафот один. Вот. И, в общем, пока не то, что сказать, результатом доволен. Надо проклеивать весь багажник. Допустим, вот у меня стенки я проклеил, к примеру. Вот. Но сам пол, то есть, именно где у меня стоит газовый баллон, ну, блин, знаете, еще не дошли руки. Вот так вот. То есть, туда материалы надо купить тысячи на две. Это только виброизоляции. И добротно так это все наклеить. В общем, у меня сейчас, скорее всего, сядет камера. И не успею я вам ничего про Екатеринбург рассказать. А басня такова, что усилитель все-таки сучара. Даже если я туда засунул железную шину, это не помогло. В общем, сейчас я вам это продемонстрирую. Как это вообще штука мозги мне ебет? К примеру. В нормальном положении провода должны быть так. То есть, это минусовой провод. Буферы не работают. Окей. Загибаем провод. Получается, контакт идет куда-то вот туда. В микросхему, скорее всего. И все, буфаки стучат. А если провод оставят статично, ни к чему это не приведет. Работать ничего не будет. Бомбит. Последние секунды жизни батарейки. Так вот, ребята. Наконец-таки я собрал машину. Вернее, задок. Не знаю, надолго ли хватит. Мне кажется, с этим наклемником я так и не решил проблему. Потому что... Я, короче, плюнул просто. Вот он мне сейчас работает. И я, знаете, я даже ожидаю, когда я навалю музыку, что буфер перестанет играть. Я это прям ожидаю. Вот сейчас давайте прям на камеру. Ну, чтобы все по-честному было. Тихо он играет. Окей. Сейчас вот главная интрига будет. Сейчас это все покажет. Серьезно? Ну-ка, этот настроенный. Аудио. Ё-моё, динамик еще стоит. Не настроен этот эквалайзер. Блин, ну вот это радует, что вроде сейчас навалил. И довольно-таки это приятный. Опавший листер носит. А море не просто вода. Море не просто глубина. Море не просто вода. Ты опять остаешься одна. А море не просто вода. Море не просто вода. Все. Вроде мы настроили. Вот, в общем-то, как я и говорил, чем вообще отличается тонировка. Вот сейчас это очень сильно заметно. Снаружи, конечно, там разводы и муть. Вот. Но тут больше... Я не знаю... Больше красноты, что ли. Ну, все равно как бы. А вот тут ее, кстати, нету. Где солнца нету, там и красноты нету. Вот. В воду до сих пор я еще всю до конца не выгнал. Ну, тут, в общем-то, надо переклеивать. Ее будет, если надо, идеально. В общем, вот, ребята. Утро продуктивное. Поеду я домой. Очень плохие новости. Стоило мне проехать, ну, примерно так, с километр. Все. Усилитель опять отрубился. Опять проблемы из-за проводов. Вернее, из-за гнезда. Не знаю. Скорее всего, повезу к электрику, чтобы он там запаял. Потому что там есть небольшой люфт. Именно на минусовой клемме. Да, конечно, без саба слушать музыку не камильфо. То есть я даже сейчас и по городу перестал ездить. Ну, что позориться со своими только вещалками. Надо, чтобы прям все было. Усилитель я продал. Вот. Об этом я скажу еще в дальнейшем. В дальнейших каких-то своих кадрах. Вот сейчас вот тут вот встанем. Тут такое поле. И там мужик с собакой ходит. Ну, так вот. Забрал я фары, колонки свои старые. Кстати, вот стояли. Они у меня на задней полке. Я охуел, когда снял их и увидел магнит. Вот что это такое? Вот это магнитная система. Якобы. Кстати, я же сваты сюда поставил свои большие. Они, в общем-то, не влазят. И поэтому вот так вот выпирают. Да, понимаю, антиавтозвук, но зато играет громко. Громче, чем было. Потому что это уже, получается, две эстрадки. Стояли у меня там GVC-шки. Магнит. Магнит был даже побольше, чем на овалах там. Пошире. Но смысл в том, что в них вливалось, ну, ватт, может быть, 60-70. Они уже нагревались. То есть я, получается, катался днем. Я их слушал. И потом думаю, да, дай-ка я с ватой вперед. Да, конечно же, он может динамикой играть чисто. Но если вы навалите большую громкость, он может хрипеть. У меня было вот с этими GVC-шками. Я на усилителе гейн выкручивал. Вот. Да, конечно, я вам сейчас космические какие-то тут термины говорю. Кто, к примеру, далек от автозвука, меня вообще не поймет. В общем, ладно. Сейчас я взял с собой камеру, как вы видите, отжал у Анура. Он один хер не фоткается, когда в Уфе тусуется. Так вот, сейчас запишем такой небольшой блок пояснения по поводу автопробега. То есть я как бы записать у меня все не получилось. Вот я это как бы буду рассказывать. Это, знаете, как смотроран. Есть же такая штука. У меня есть дружище детства. И получилось так, что он тоже болеет автозвуком. И вот перед дембелем он себе купил такую, знаете, нехилую систему. Большие толстые сварочные провода. Потом он взял какой-то боевой сабвуфер, ЧВ и усилитель Кикс 1-900. Ну, думаю, вы знаете. А кто не знает, скажу. Он в 4 раза мощнее, чем тот, что у меня был в 4-5. Ну, при моем питании, допустим, давайте скажем, что в 4 раза мощнее. Получилось так, что он на сабвуфере перепутал полярности. То есть, ну, он же там двухкатушечный. И он у него начал скрипеть. Да, и пока он ждет, кто бы ему перемотал сабвуфер, его усилитель на данный момент находится у меня. Его уже установлен. То есть, я его, грубо говоря, вчера забрал. Но вот, ребята, знаете, в чем фишечка? Я не почувствовал сильной разницы. Да, сабвуфер контролится лучше. То есть, нету клипов. Я теперь уже сам понял, что такое клипы. Клипы, это когда резко у тебя так буфер может ударить и сильно, и слабо. Он работает стабильно. И причем при этом он не греется. Он у меня ни разу не уходил в защиту. И какое ожидание, что сейчас у меня просто, я не знаю, машина будет летать просто по волнам, вот по этим, по низким. Но я получил, что получил. У меня мощность, ну, почти такая же, только лучше контролится саб. И, к примеру, на низких частотах усилок не уходит в защиту. Когда уже реально там герц, я не знаю, 10-15 отыгрывает. Вот, он не уходит в защиту. Он прям вот видно ход у сабвуфера. То есть я это, возможно, сейчас я подключу специальное приложение через AUX LoudSound. Покажу все мои герцы, как они играют. Играет, знаете, довольно-таки очень бодро. И я вот сижу-сижу и подумаю, может на АМТ принять участие в Оренбурге. Ну, ладно, это все бред, ребята. Соревноваться я нигде не буду, хотя я туда и поеду. В общем, сейчас давайте, я вам не буду много пустословить, покажу, продемонстрирую, как это играет. Играет музыка. Продолжение следует... Вот, 10 Гц играет, да? Так, прибавляем. Вот, уже я слышу, как и отыгрывает. Теперь смотрим назад, что происходит. Жутко. Вот так расходу, блин. В общем, я думаю, что у меня катушки в скором времени будут черными. Вот, ну да ладно, пофиг В общем, я саба для этого и взял Вот знаете что? Вот после всего, что я наваливал Вот, я прям вот не вру Холодный Сука, как так? Вот, умеют же делать, а? Пиздец Субтитры сделал DimaTorzok